Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим коктейль с таким величественным названием Эль Президенте. Если вы на этом канале впервые, то я безумно рад вас видеть, обязательно подписывайтесь, и мы начинаем. Данный коктейль был создан в период сухого закона в Америке, но придуман он был не в Америке. Изначально он был придуман в Кубе в 1920 году и назван, как вы можете догадываться, в честь президента. В то время Кубой правил президент по имени Марио Гарсия Минокаль, либо Минокаль. Мне кажется, что Минокаль звучит посерьезнее, но я его лично не знал, поэтому утверждать не буду. Никаких документальных подтверждений о составе, либо годе создания данного коктейля, как я понял, нет. Но вроде как известно то, что изначально в состав данного коктейля не входил апельсиновый ликер. Он был добавлен в него позже, и именно сейчас вот эта рецептура является популярной. Популярность данный коктейль набрал за счет того самого сухого закона. Американцы ехали в Кубу в отпуска, в путешествия, чтобы попить нормального алкоголя. И чтобы им за это, естественно, ничего не было. И вот таким образом коктейль перебрался из Кубы в Америку и стал популярным. Но, как всегда, история остается в истории. Переходим к ингредиентам данного коктейля. В состав входит ром, вермут, апельсиновый ликер, а также гринадин. Данные три ингредиента требуют небольших объяснений. В изначальной рецептуре вместо Куантро использовался ликер Курасао, Оранж Курасао. Соответственно, если у вас есть ликер Dry Orange Курасао, либо просто Orange Курасао, вы можете использовать его, но у меня сегодня в наличии только Куантро, поэтому я заменю ликер Курасао на Куантро. Как вы могли заметить, это не вермут, это французский Лиле Бланк. Но мне кажется, что в данном коктейле он подходит прекрасно. Обладая слегка более насыщенным сладковатым вкусом, я предпочитаю просто в данном коктейле использовать именно Лиле. И самый главный ингредиент, если так можно выразиться в данном коктейле, это, конечно же, ром. По идее, коктейль кубинский, соответственно, вы должны использовать кубинский ром. Например, Havana Club, троечка, светлый ром. Но я люблю именно в этом коктейле использовать ром Angostura. Карибский ром, пятерочка, пятилетней выдержки. У него интересный очень вкусовой профиль. Он ванильно-сахарно-вишневый на запахе, в глотке. И на послевкусии он отдает такими какими-то... Ну, во-первых, вот это вот, знаете, у рома есть классическое, наверное, так скажем, как привкус пластмассовой коробки, в хорошем смысле слова. И также отдает еще какими-то тропическими нотами. В общем, выбирайте ром, который нравится вам, и его используйте в данном коктейле. Светлый ром. Собирается коктейль в смесительном бокале методом стир. 45 мл рома. 22 мл лиле. 22 мл куантроп. А также барную ложечку глинадина. Добавляем лед смесительный в стакан, бокал. И стируем примерно секунд 30. Охлажденный бокал Ники Нора. Украсим все это мы мороскиновой вишенкой. Стрейнер. И переливаем наш коктейль. Коктейль Эль Президенте к вашим услугам. Коктейль можно подавать без каких-либо украшений. Можно украсить его цедрой апельсина. Я украсил мороскиновой вишней, именно потому что я сказал, что в вкусовом профиле рома есть явные ноты вишни. И украшения, ром, все это балансирует. Короче, хорош болтать. Давайте попробуем этот красивейший коктейль. Замечательный коктейль. Мощный. Насыщенный вкусами. И я считаю, что все-таки ром в данном коктейле должен быть достаточно характерным. Со своими какими-то явными нотами. Со своими явными вкусами. И это именно должен быть тот ром, который вам нравится. В данном случае, вот как мне представляется, как будто бы такая окружность, состоящая из рома, и на ней сверху лежат остальные вкусы, которые просто дополняют его. Но всю основу, весь вкусовой профиль данного коктейля составляет именно ром. И если вам этот ром нравится, который вы добавили в этот коктейль, то и коктейль автоматически должен вам нравиться тоже. Также многое здесь зависит от гренадина. Потому что многие бармены и во многих барных книгах конечно же рекомендую делать гренадин самостоятельно. Домашний гранатовый сироп. Но у меня, к сожалению, на данный момент просто нет возможности, нет ингредиентов для того, чтобы сделать домашний гренадин. Поэтому вынужден пользоваться тем, что я могу просто приобрести здесь. В общем, действительно президентский коктейль. Так скажем, для для элит. Почувствуй себя элитой. Единственная странная штука. У меня есть вот такая вот книженция. Это крафт-коктейл Крафт-коктейл Дэйла Дегрофа. И почему-то в этой книге Дэйл Дегроф заявляет, что данный коктейль должен шейковаться. Что странно. Потому что как бы вермуты не шейкуются. Был бы здесь еще там лимонный сок или что-то в этом роде, то да, бы это было оправдано. Но в данном случае и остальные все источники говорят, что коктейль должен шейковаться. Если кто-то знает в чем задумка данного мужчины, пожалуйста, напишите в комментарии ваши мысли по поводу этого. Должен ли этот коктейль действительно шейковаться? Может быть, мы чего-то не понимаем. Но в целом пробуйте. Если вы любите ром, то пробуйте обязательно. Если ром не любите, то все равно пробуйте, чтобы расширять свои вкусовые границы. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И еще увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok